Враг Как вы думаете, если отдать им Луганскую и Донецкую область, они успокоятся? Нет, конечно, нет, конечно, это банально, я думаю, что так успокоится, это же не первый раз, и это же не сегодня началось, что Россия так хочет завоевать или Грузию, или Украину, или, скажем там, вы знаете очень хорошо, какая у них политика. К сожалению, если мы сегодня отдадим им Луганск и Донецк, я думаю, что потом, завтра они захотят уже, колют жирный кусок и приедут в Киев, так что надо защищать, защищать надо, как раз на востоке сейчас решается судьба Украины, я думаю. К сожалению, не было такое время, потому что я как раз в том возрасте, когда в маленькой Брузии началась война против России, это в Абхазии было 90-е годы. Так что Россия всегда для меня был и будет агрессором, лично для меня и лично для всей страны, для всех грузинов, и я думаю, что сейчас Украина тоже сегодня уже понимает, что Россия это не братская страна, а уже они враги, практически. Сегодня годовщина Майдана и я вспоминаю те дни, когда вот все это происходило здесь в Украине, в Киеве, конкретно и я хотел вот участвовать в этом. Я вице-президент Грузинской Федерации смешанных единоборств. Вот я и вместе со мной мои друзья и коллеги хотели приехать здесь, но, к сожалению, тогда было другое правительство и нас не пустили, то есть с аэропорта обратно нас депортировали. Потом мы поехали на чемпионате мира и выступили с украинским флагом. Из-за этого у нас были очень большие проблемы, то есть уже нигде не хотели нас приглашать, нигде не хотели, чтобы мы участвовали. И вот так было. Ну, в конечном итоге мы все это как-то смогли, так перенесли. Все закончилось, власть поменялась, мы сразу же приехали. Вот сейчас участвуем в зоне АТО, мы создали Грузинский легион, я с замком Мата Грузинского легиона. Не знаю, помогаем, я думаю, что победа за нами. Слава Украине, слава Грузии. И если можно, как вас зовут, если нет, то позывной. Дорогие мои украинцы, вы все помните, что как только начался Майдан, первый флаг на Майдане, это был Грузинский флаг. И вообще грузины всегда стояли рядом с украинцами. И на Майдане погибло два великолепных грузина, Давид Кипиани и Зураб Хурциа. Вот сегодня, вот только что с аэропорта привидела сестра Зураба Хурциа, Нина Хурциа, Герой Небесной Сотни. Я хочу, чтобы вы привидали, я скажу. И рядом со мной стоит, который представляет Грузинский легион в Украине, Сутаке Делашвине. Добрый вечер всем присутствующим. Огромное спасибо за приглашение и всем организаторам этой выставки. Приехав сюда, я вот почувствовала, что мой брат, кроме моего брата, пролито не зазря. И соболезную всем родственникам Небесной Сотни. И то дело, за которое они боролись, пусть будет до конца доведено, и пусть в Украине будет все благо. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ